Здравствуйте, уважаемые коллеги, я сегодня однозначно представляю Российское общество истории и философии науки и мой доклад «Логика для эффектов фрейминга и проблемы информативности необходимых истинных предложений». Ну вот, касательно второй части доклада, я ее назвала просто так, как смогла, я не знаю, как более точно и, может быть, более корректно назвать эту проблему, она всем хорошо известна, поэтому я понадеюсь на то, что, исходя из контекста, люди поймут, о чем я говорю. Вот, значит, что такое эффекты фрейминга? Особенности формирования доктастического отношения, ну, то есть отношения либо убежденности, либо неубежденности к агентам с различной информацией издавна изучаются психологами, и, ну, в том числе авторы, о которых я буду говорить во второй части доклада, ссылаются на работу, хорошо известную Каниману и Квецки, и на более позднюю книжку одного Канимана, более популярную, которая в русскоязычном переводе носит название «Думай медленно, решай быстро», она тоже достаточно известна. Вот, и, значит, результаты эти гласят, что склонность агента соглашаться с тем или иным предложением в значительной степени зависит от того, в каком контексте выкруто на это предложение, и как этот контекст относится с формой предложения. В частности, вот два предложения, являющихся логическими эквивалентами, могут получить различную смыслную оценку, если одна из них связана с тем, о которой я размышлял недавно, либо любит размышлять, а другое не связано. И вот эти самые эффекты составляют проблему для семантики и своих убеждений, ну, о чем, опять же, хорошо известно. Ну, вот пример, как раз из книжки Канемана. Утверждение вероятности выживания пациента через месяц после операции составляет 90%, воспринимается как более весомое основание рекомендовательства операции, как более обнадеживающее утверждение, чем утверждение смеха в течение одного месяца после операции составляет 10%. Хотя, очевидно, что эти утверждения поистине скидывали. Значит, семантики приписывания убеждений – это проблема информативности или необходимой истинных предложений. Она тоже известна давно, и я не буду рассказывать о всех ее, о всех контекстах ее рассмотрения, я буду говорить исключительно о семантике возможностей в обслуживании. Значит, ну, как известно, первая токсистическая логика, основанная на семантике возможностей, была разработана хинтикой, и в этой самой логике информативность предложения моделируется как количество возможностей, которые исключаются из числа токсистических достижимых для данного агента при принятии этим агента на веру в содержание этого предложения. И поскольку, согласно модели, любой агент убежден во всех контекстах предложения, ну, поскольку они все, то есть они истинны на всем множестве возможных миров, то любое, значит, множество доксистически достижимых миров, оно будет таким, на котором истинные силы жестины. То, значит, ни одно такое предложение ни для одного агента никогда и не для информативных. И, в частности, это означает, что их коллектные предложения могут быть взаимозаменяемы в приписываниях сальва-веритата, то есть без взаимозаменяемых учеников. Это известно как принцип подстановочных. Предыдущее свойство получило название логическое всеведение, хотя, в общем-то, тут речь идет даже несколько шире, чем о логике именно всеведения необходимого. И вот поскольку, на самом деле, агенты совершенно иначе рассуждают, то вот эти вот свойства моделируемых агентов, ну, они составляют проблему, которую надо либо решать, либо снимать. Вот я попытаюсь бегло рассказать о нескольких таких вариантах подходов к тому, чтобы решать эту проблему. Один из старых вариантов – это метасемантические рассуждения, которые в представленном частности, кто будет в Калнефе, который говорит, что кажущаяся неспособность видеть, что пропозиция необходима истина, и что пропозиция необходима и эквивалентна, должна объясняться неспособностью видеть, какие пропозиции высказываются в данных выражениях. То есть он говорит, что агенты недопонимают семантику, и поэтому они делают такие суждения, которые на самом деле не соответствуют их дакцистическим состояниям. Ну, штамп финального недопонимания, конечно, хорошо и действен. В частности, не делается сложным по структуре предложениям, мы часто не можем уловить смысл, хотя знаем, что означает каждое словоодельное. Вот тут я подобрала пример из литературы, это Достоевский поступление на показания. Видно, что структура этого предложения, которая вполне на русском никакие, без всяких формализмов, она такая, что с первого раза, почитав его, мы не понимаем, как соотносятся его различные части, то, что все слова находятся. Ну, и понятно, что в формальных языках тоже такое присутствует, например, формулировки некоторых математических теорем очень дружны для восприятия. Однако, мы можем сказать, что даже если рассматривать только математику, то не все предложения будут такими, не все предложения, которые мы не сразу распознаем как истинные, хотя они не абсолютно истинные. Вот. Ну вот, я беру два примера, один пример совсем простой, я взяла его из книжки Ферри, о котором я сегодня не говорю, но тем не менее, надо сказать, что пример он мой. Вот. Значит, квадратный корень из 1080p равняется 33. Вот. Большинство людей не может так вот сходу, посмотрев на это предложение, сказать, что он истинный. Нужно посчитать. Значит, следующий пример еще более очевидный. Это, ну, как известно, циферия Матурма. И вот сама вот эта формулировка их степени антицидитского примера равняется за степени. Она не кажется такой уж сложной по структуре, если мы знаем хотя бы школьный курс математики. Мы понимаем вроде бы, что тут сказано, но, конечно же, мы тем самым не понимаем, что это уравнение не имеет решений для целых и положительных. Значит, ну, и из этого можно сделать вывод, что вот этот вот подход с точки зрения метасемантики, он недостаточен под нему. А иногда кажется, что он вообще, ну, совершенно никуда. Вот альтернативный подход, это, значит, объяснение через прагматику формулировки приписываний, достаточно распространенных, и в том числе в семантике, это фактически, аскорите фактических состояния. И, значит, ну, вот один из наиболее старых его превышенцев, он спишет, что то, как мы в обиджетной речи оцениваем приписывания профессиональных установок, не только отражает наше представление об истинности этих установок, этих приписываний, но и о том, какие прагматические требования они должны выполнять. И, в частности, они должны, с точки зрения Солнца, выполнять прагматическое требование, быть сформулированным максимально близко к собственным словам агента, если нет особых причин для отклонения от них. Ну, опять же, очень давно замечено, что слабость этого подхода заключается в том, что тогда приписывание вида А не убежден, что П, где П выражено таким вот предложением, к которым агент не согласен, придется считать буквально ложным, несмотря на то, что агент с ним не согласен. В смысле, наоборот, что агент с предложением не согласен и говорит, я не убежден в этом. И то же самое с выражением не типа сомневается и так далее. То есть, если какая-то такая формулировка, которую агент не сможет сразу распознать как истинную, он скажет, ну, я не знаю, мне надо подумать. Но мы не можем сказать, что он сомневается, потому что получается, что мы только скажем вот. Это как-то не исчезнет. Ну, и вот есть такой более развернутый вариант неуравсимеанства. Это Селман. Я не буду сильно вдаваться. Идея Селмана состоит в том, что предложения, либо какие-то подобные предложения, структуры внутренние для мышления представляют собой маски пропозиции. И фраза «агент А убежден, что П» означает, что существует такая маска, под которой агент эту пропозицию распознает как истинную. А тогда «А не убежден, что П» означает, что существует такая маска, под которой агент не распознает эту пропозицию как истинную. Однако у этого подхода тоже существуют проблемы. там примеры комбинируются так что получается что все равно вот эти подход я назвала мультимодельный хотя в источнике на которые я опираюсь назван иначе он назван подходом моделирования локальных рассуждений в том что вместо одной структуры нам предлагается рассмотреть альтернативные структуры различающиеся между собой эвалюация профессиональных перемен то есть все остальные компоненты модели те же самые а функция валяться рад и получается что как будто бы у нас каждая функция эвалюации соответствует какое-то одно дакцистическое состояние и вот в одном из этих состояний агент верит в эту пропозицию а в другом из этих состояний он может в эквивалентную пропозицию и поскольку это разные модели то никакого противоречия как бы тоже понятно что если сопоставить эти вместе три утверждения то получится что они высказывания в активном состоянии были только максимум 2 и можно назвать семантики для эффекта фрейминга без того чтобы разрабатывать специально и в принципе это вполне законный такой ход и он помогает нарушение как максимум частично отсутствие логического всеверения однако есть ну такое неприятное приятная особенность этого подхода что он не позволяет рассмотреть систему убеждений агента целое то есть у нас агент как бы представляет собой несколько маленьких агентов которые сменяют друг друга но нам иногда хочется поговорить об агенте целиком спросить себя а на самом деле он противоречив или нет как целое если он не противоречив как целое то там какие-то следствие вывести из его системы убеждения целиком а этот подход на не дает потому что у нас такой формализм нам говорят это разные модели и говорите кроме того есть некоторые примерки приводятся в качестве контраргументов к этому подходу да вроде бы все имеющие отношения к вопросу убеждения от силы но ответ на вопрос у нас следующий из них все равно не бывает получен вот из книжки бета и джега и после того взял дата как пример как бы формальное содержание книжки опять же не использовал но там есть достаточно много об этом эффекте кто-то играет шахматы допустим он хорошо знает саму игру и понимает цель и он видит позицию полностью и может понять какие ходы в принципе возможно и рассматривает все но он не может увидеть вот который является началом выигрышной стратегии для него а то что это стратегия существует и она начинается с определенного хода это математический факт и поэтому он делает другой ход и проигрывает хотя он если бы у нас существовало вот такое вселетние хотя бы в рамках одной модели то он должен был бы понять что происходит и сделать именно это но нет и вот теперь я подхожу главный значит главным подходом и ради которого я все предупреждала я его назвала ведение тематичности и вот он изложен первые первый пример ведения тематичности введен в статье верта следующее и полное развитие подхода статьи верта и которая называется значит не тема у них выступает отлично вроде маски пропозиции однако это тема сразу является элементом теории значения они языка как салона и теории сознания и онкологии очень чем таким что и внешние по отношению к снимаю вот и у нас смысл предложения они называют тонкой пропозиции вкладывается из его тематики и его логической структуры ну в ca оппозициональной Audrey что пора не представляют и в том числе и логические появления предложений могут различаться по структуре, но иметь одну и ту же тематику, и наоборот. И получается интуитивно, что предложения по ИКО мы можем считать эквивалентными по смыслу и таким образом выводить из этого, что рациональный агент, который верит в одно, должен верить в другое. Тогда и только тогда, когда у них, во-первых, одна и та же тематика, и, во-вторых, либо одна и та же структура, либо такие структуры, которые он легко может перевести одну в другую. Значит, и вот на этом основана логика эффекта трейминга Терта и Орген. Значит, тут вот я коротко и гуляю формализм. И один язык, который они используют, это стандартный язык модальной логики и два профессиональных оператора. Один с субскриптом А для активных убеждений, второй субскриптом Б для пассивных убеждений. Что это такое, я смотрю на стополье. Вот, значит, модель, это вот такая порядочная шестерка, множество номеров. Вот это вот то, что я здесь обозначаю как цета, это не пустое множество подмножеств, множеств номеров, таких, что каждая из них, это подмножество, не является множеством содержащим популяционным множествам. Значит, множество Т, это конечная логикация множества тем, или как они их называют, топики. Значит, вот это вот плюс кружочки, а я буду назвать плюс, бинарная операция слияния на множестве тем, которые образуют полуешетку. И причем множество тем замкнутого относительно этой операции. И функция Т, значит, из вот такого проведения множества пропозиций на множество ТТ, в объединение множества тем на множество подмножек множества тем. Значит, эта функция, которая назначает топики, соответственно, либо пропозиция, в каждой пропозиции она назначает один топик, либо вот этим вот подмножеством множества номеров, то есть элементом множества ТТ, она назначает множество топиков. И функция Т распространяется на весь язык вот таким вот образом, что ТТ, говорим, будет у нас равно к южам всех пропозициональных переменных. И определяется отношение части и целого на топиках тоже вот таким вот образом, через условие, что А плюс Б равняется Б, то есть А является частью Б, если только если А плюс Б равняется Б. И вот это отношение представляет собой частичный порядок. Значит, на основе этой модели определяется понятие ячейки памяти, так индуктивного множества вида ОА, где О это элемент ТТ, причем не пустой элемент, а А это элемент того подмножества, в смысле, да, подмножество множества тем, которое функция ТТ присвоила к этому самому элементу ТТ. И ячейки памяти – это такие фрагменты долговременной памяти, которые загружаются в рабочую память по одной. То есть это рабочая память, в каждый отдельный момент времени активна какая-то одна ячейка памяти. И вот истинность формул вида БА, то есть агент активно убежден, что БАПИ, что активно убежден, что КИП, она релятивна в этой семантике по отношению к ячейкам памяти ОА. Вот дальше семантические правила. Ну, для атомарной пропозиции П она истинно относительно вот этой тройки модель мира ячейка памяти, если только если мир принадлежит эвалюации и получению эвалюации и пропозиции П значит, ну и семантические правила для отрицания и конкурсии выживаются стандартные, если не стала здесь выписывать. Кизинция и инфекция тоже определяются стандартно. Значит, вот бокс тоже вроде ничего нового, то есть там говорится, что все множество умеров, поскольку здесь нет отношения достижимости, фактически это универсальное отношение, то есть поэтому все множество умеров должно быть включено в такое множество, на котором по всему этому множеству истинно пропозиция П относительно этой же ячейки памяти ОА. Значит, модельность возможностей опять же определяется стандартно через сне вовсне, и истинность формул без вот этого вот без прескрипта БА не зависит от активной ячейки памяти, если посмотреть вот на эти стандартно, то это видно. И, значит, а истинность формулs БА определяется так, БА, ПИ, истинный если, только если, значит, О, которая составляет информационное содержание ячейки памяти, включено, опять же, в множество миров, на которых истинность и относительно ОА, и при этом, значит, топик ФИ включен в множество топиков А. И истинность формулs вида БА, как я уже говорила, она релективна по отношению к ОА, однако она при этом не зависит от мира. То есть, если мы вывели, что в каком-то мире один активно верит, что ТИ, то он у всех мира активно верит, что ТИ. Вот, значит, долговременно память определяет пассивные убеждения, вот здесь вместо ячейки О стоит вот это вот ОС пересечения, которое представляет собой пересечение всех, значит, элементов ТЭТА, и вместо топика стоит вот это вот жирное ТАБ, оно представляет собой фьюжн всех топиков, которые присвоены всем ячейкам памяти. И таким образом, значит, вот это вот долговременное убеждение не зависит от той ячейки памяти, которая активна в данный момент и от мира, также не вылит. И если мы посмотрим на эти семантические правила, то окажется, что в кратковременной памяти у нас возможна ситуация, когда агент активно верит, что П, и при этом не верит в этой же ячейки памяти, что У, при том, что П и У у нас эквивалент на такой модели, причем даже необходимой эквивалентной, например, я бы так написала с одной ЭМ, чтобы показать, что он не зависит ни от мира, ни от печеньки памяти. Однако, при этом в активных убеждениях невозможно такая ситуация, когда он при тех же условиях верит в НИКУ. То есть, он не может быть активно противоречить. Однако, пассивно противоречить он может быть. Вот здесь у меня пример моделей. Значит, у нас две множества это два элемента, каждый из которых включает два мира, и ИП и У у нас истинны в первых двух мирах, а во-вторых не истинны. И видно, что да, вот, множество топиков включает в себя три топика, и вот в это это вот объединенный топик, топик А у нас присваивается ячейке в смысле множество О, а топик С присваивается в множество У. Вот, значит, и при этом топик У это С, то есть П это А. И видно, что вот в этой вот ячейке памяти ОА агент верит в П, не верит в К, активно, однако он пассивно верит в П и пассивно же верит не в К. Ну и с точки зрения вот тех эффектов времени, которые я изложила, то это именно такая ситуация, которая желает И. Вот, значит, здесь логическое исследование, но поскольку у меня уже не остается времени, я пытаюсь ускориться, вот, вот это вот, да, можно доказать, что нельзя доказать, что агент таким образом верит в необходимые истинные пропозиции, но можно доказать, что он не верит в необходимые ложные. И также можно доказать, что если необходимо истинно ФИ, и при этом вот это вот он БФИС с подчеркиванием имеется, БФИС с подчеркиванием это это конъюнкция всказывания Х или Х для каждого Х, которое является профессиональной переменной ФИ, то из этого можно вывести, что агент убежден, что ФИ. Вот здесь вот звездочка, это означает, что там могут быть иактивные и пассивные убеждения. Вот ФИ с подчеркиванием ВФИС подчеркиванием означает, что агент одновременно активирует список Темпи, и получается, что агент активно убежден во всех тех необходимых истинных пропозициях, которые он активирует, и пассивно убежден во всех тех необходимых пропозициях, в которых он пассивно владеет. Видно, что способности агента к логическому выводу сильнее диагнозированы, но при этом это не логическое отстеление. Так, вот вся матика, я ее просто покажу. Я здесь показала некоторые общезначимые и необщезначимые выводы. И самый интересный и общезначимый вывод здесь, это вот эта вот ограниченная постановочность, то есть если говорить человеческим языком, то из эквивалентности P и Psi мы можем вывести, что если агент активно верит в P и при этом думает про Psi, то есть он держит в активной памяти все собрание топика, то он означает, что активно верит в Psi. И значит, вот у нас из тех случаев, которые я привела, три есть, как минимум, которые недостаточно объясняются этой, значит, темальской логикой. Вот, в случае один и два можно описать как эффекты преминга, однако, вот это вот ограниченная постановочность, о которой я сказала, она должна приводить к тому, что агент верит в это предложение, как только о них думает. Но это не так, как уже сказали. А в случае три вообще не описывается как эффект тренинга каким-то естественным образом. И я хочу закончить в том, что я предполагаю, что можно увеличить объяснительную силу этой логики, если, во-первых, добавить в ней первый порядок, а во-вторых, добавить в ней индексикалы, потому что индексикальная стратегия использовалась уже другими авторами для решения вот этой проблемы. И, возможно, она поможет людей. Ну и при этом главная задача в связи с этим понять, как работает тренинг из контекста. Спасибо за внимание. На последний слайп это литература. Я прошу прощения за затягивание.